Днепропетровщина Виктор Григорьевич, вы отвечаете у нас за профессиональное образование наших спортсменов, будущих тренеров. Пару слов по сегодня. Это мероприятие у нас, вы знаете, проходит ежегодно. Очень приятно повстречаться, пообщаться, поздравить и спортсменов, и тренеров, и студентов. И даже сегодня своих однокурсников встретил, когда учился в ВУЗе. Очень приятно, это мероприятие нужно в обязательном порядке. И я благодарен нашей мэрии, городу, Борису Филатову за организацию этого мероприятия. Хоть где-то да увидимся, может быть, так все в разъездах, да в разъездах. Детская спортивная юношеская школа номер 6 Олимпийского резерва, детская юношеская спортшкола номер 9, а также спортивная школа Олимпийского резерва номер 5. Победу одержала в номинации «Лучшая спортивная школа» Школа Олимпийского резерва номер 5. Ну, мы не можем обойтись ни на одном спортивном событии без встречи с нашими любимыми воркаутами. Здравствуйте, Катерина! Когда воркаут уже будет номинироваться? Ну, мы надеемся, что в скором будущем он обязательно будет номинироваться. На городском уровне это достаточно, я считаю, большое мероприятие спортивного характера. Ну, best of the best, молодцы! Лучшей спортсменкой года названа Коженкова Анастасия Николаевна. Академическая гребля. Анатолий, вы традиционно являетесь уже ведущим не первый год данного мероприятия. Как волнительно, насколько это все ежегодно видеть всех лучших спортсменов в Европетровске? Ну, вы знаете, говорят, наш город, хоть он и большой миллионник, но он действительно такой маленький, потому что друг друга все знают, тем более в мире спорта он, казалось бы, и огромен мир спорта, но мир большого спорта, он тесен. И знаете, вот приятно, что я уже не помню, какой год подряд проводятся такие мероприятия. Знаете, вот спортсмены-тренеры, они целый год на соревнованиях, они целый год тренируются, пашут. И потом, знаете, попадает день, один день в году, когда их действительно славят в своем родном городе. В номинации «Лучший тренер года» победу одержал Харламов Виталий Владимирович, заслуженный тренер Украины под дзюдо. Здравствуйте, я вижу здесь представителей Днепропетровщины, Днепропетровской федерации чирлидинга, областной, городской. Ваше впечатление о сегодняшнем мероприятии, Елена Олеговна? Чудесное мероприятие, побольше таких. В следующий раз обязуемся, что чирлидинг также будет в номинации. Отличные планы, пожелания, Елена Алексеевна. Ну, могу только сказать, что желаю нашему спорту процветания, так как наш спорт и стал олимпийским, чтобы тут была у нас не в одной, а в нескольких номинациях представительство чирлидинга. Обязательно. Напомню, что ранее Елена Алексеевна уже становилась лучшим учителем физической культуры. В каком году? В 2012. В 2012. Александра Михайловна? Я хочу, чтобы в дальнейшем наши спортсмены здесь стояли, получали уже премии. Так что к этому будем стремиться. И что можете добавить? Так держать, чтобы чирлидинг шел вперед, вперед и вперед. Он олимпийский уже, этим мы гордимся. И наши чирлидеры будут обязательно на этой сцене в следующем году. И сегодня украшали мероприятие девчонки из команды поддержки Angels. Спасибо вам большое. А мы идем дальше. В номинации «Лучшая спортивная команда года» победу одержал баскетбольный клуб «Днепр». Среди гостей я вижу даже наших юных спортсменов. Машенька, за кого болела? Кого поддерживала? Дядю Вову. Дядю Вову. А подробнее. Дядя Вова – это кто у нас? Это тренер по волейболу. Тренер по волейболу. А как фамилия тренера? Кобыльский Владимир Николаевич. Ну и как результаты? Ну, номинированный – это уже результат. Я считаю, это хороший результат, потому что номинаций немного, но... Конечно, я, безусловно, делю эту награду со всем своим коллективом. Это люди, преданные легкой атлетике, которые каждый свой день тратят для того, чтобы наши спортсмены все удачнее выступали, для того, чтобы легкая атлетика в городе развивалась. Конечно же, да. Какие перспективы развития спорта, в частности, легкой атлетики на Днепропетровщине? Могу говорить только о легкой атлетике, поскольку возглавляю Федерацию легкой атлетики. Перспективы огромные. Это еще такая эксклюзивная информация. Наконец-то у Федерации легкой атлетики города появился спонсор. Да, у нас наконец-то есть деньги, у нас много планов. У нас теперь и наши рейтинги тренеров и спортсменов будут подтверждаться деньгами в конце года. Мы и фонд создали поддержки ветеранов спорта. Ну, знаете, иногда бывают проблемы со здоровьем, точно так же, как и у наших спортсменов. И соревнования наши будут становиться все краше, все привлекательнее для зрителей. Надеемся, что когда-то к нам на соревнования будут, как в 70-х годах, приходить больше зрителей, чем на футбольный матч. Так что планов очень-очень много. Как Ваши впечатления? Уже можно выдохнуть? Ой, даже не только выдохнуть, уже можно пойти погулять. Очень была тяжелая подготовка. Было примерно около полтора месяца мы готовились, объявления тендеров, номинанты. Но, в принципе, по итогам мы довольны. И зрительный зал был полон, что меня очень удивило. Все просительные были розданы, все места были заняты. Это очень хорошо. Обычно такое очень редко бывает, но спасибо всем зрителям, спасибо всем номинантам, которые пришли. И мы будем дальше проводить такие мероприятия, отмечать лучших спортсменов, номинантов, тренеров, меценатов, федераций и так далее. Сегодня мы были на традиционном ежегодном мероприятии «Краще спортивное досягнение Днепропетровщины» 2016 года. С вами была я, Мария Кастро. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!